О ковиде снимаем уже, наверное, второе видео или второй ролик. И каждый раз хотелось бы, чтобы этот ролик уже был последний. Но, к сожалению, проходит время, проходят дни, месяцы. И, к сожалению, пришел уже третий год, как ковид, и он не заканчивается. В этот раз ковид преподносит новые сюрпризы. Другими словами, можно сказать, что пришла новая беда. В прошлый раз, когда мы говорили, мы говорили, что нужно готовиться, чтобы не вспыхнуло пожаром многое что. Но, к сожалению, вы подошли к тому моменту, когда уже можно сказать, что проблема уже пришла к нам в дом, и она уже есть. Смысл проблемы в том, что пришел новый штамм карновируса. И он имеет некоторые отличия от штаммов, которые были до этого. Какие же это отличия? Если мы вспомним первые штаммы и говорим, что явным признаком и симптомом была потеря обоняния, вкуса, да, люди могли фактически гарантированно сказать, что они потеряли вкус и запах, еще даже температуру у них не было, но вот эти вот похожие симптомы были, то значит, это уже ковид. К сегодняшнему дню поменялось уже несколько штаммов, и мы имеем в виду штамм омикрон на дворе сегодня, который имеет симптоматику несколько иную. Потеря обоняния и вкуса не является уже стопроцентными признаками того, что это не ковид. Чаще всего это реально обычные признаки ОРВИ, с которым человек взаимодействовал с детства, то есть похожие симптоматикой. Эти симптомы, которые знакомы ему с детства, это повышение температуры, это кашель, это слабость, это потливость, это общее недомогание, какой-то вот дискомфорт, вот такие вот признаки. И потеря обоняния, дисгальзия, аносмия не является уже, ну или вкуса, не является уже точным признаками того, хотя они тоже на сегодняшний день сохраняются. Другими словами, человек уже не может быть спокоен, если он заболел, у него вдруг стало болеть горло, он почувствовал слабость, у него повысилась температура, что это не ковид. И точно ответить на вопрос, это ковид или все-таки это не ковид, сегодня может только единственное средство, это ПЦР-тест. Поэтому что человеку необходимо сделать в этой ситуации, это, конечно, ему обратиться в поликлинику по месту жительства, терапевту, где ему будет сделан ПЦР-тест. В чем опасность этого коронавируса, новой волны, этого омикрона? Опасность, она очевидна из статистики, которая приходит нам через новости и так далее, средства массовой информации. Если в предыдущих волнах мы имели пик на 30 тысячах заболевших по России в сутки, то в данный момент мы уже около 90 тысяч заболевших человек в сутки. То есть очевидно, что что-то произошло, что-то другое, что что-то произошло более серьезное все-таки. Серьезность этого заболевания, этого штамма коронавируса, она заключается в том, что он более, как выражается в медике, контагиозен. Это что значит? Это более заразен, другими словами, по-простому. Грубо говоря, если раньше человек мог заразить, ну, мы были еще больным человека, мог заразить условно, допустим, троих, то на сегодняшний день он может заразить при той же степени его заразности и так далее, его заболевания до четырех раз, а может даже больше людей. То есть было трое, стало 12 человек, 15 человек. Какие еще изменения произошли в течение этого заболевания? Коронавирус укоротил инкубационный период. Если раньше мы говорили 1-14 дней, но чаще пик начала заболевания и начала симптомов происходил приблизительно на шестые сутки, пятые, шестые сутки, в данный момент мы говорим о том, что инкубационный период он сократился. И также мы говорим о одних-сутки-шесть суток. То есть в среднем уже получается через трое суток человек может испытать симптоматику. Вот начало тех жалоб, о которых мы говорили до этого. Это температура, я повторяюсь, температура, слабость, потливость, общее какое-то недомогание, может быть даже боль быть в горле. Ну и классические какие-то признаки типа снижения обоняния и чувствительности вкуса. То есть он стал более заразен, более заразен. У него период действия стал более короче. И еще один важный момент, хочется его отметить, что если от предыдущих волн штаммов, то есть правильно я буду говорить, например, дельта штамма, вакцинация защищала фактически после первой вакцинации, ну допустим, если мы говорим о гамковой вак, там двухкомпонентная вакцинация, первый компонент уже снижал риск госпитализации приблизительно в 4-5 раз. Вторая вакцинация, второй компонент, снижал приблизительно уже в 6 раз. То омикрон поражает те пациенты, которые пошли в вакцинацию, к сожалению, тоже он их поражает. И снижает риск госпитализации после аж третьей ревакцинации. То есть имеется в виду, если мы говорим о гамковой вак, две вакцинации человек прошел, и третья ревакцинация. Только вот она снижает риск попадания в больницу в 5 раз. А первые две не снижают так сильно, они снижают только приблизительно в 3 раза. А если мы говорим о первом компоненте первой вакцины, то снижают только приблизительно в 1,5 раза. То есть совсем немного. Другими словами, статистически это показывает, что вакцинированные люди и ревакцинированные с этим штаммом, конечно, они защищены больше. Те пациенты, которые на данный момент, к сожалению, вакцинацию не прошли, то имеют риски госпитализации и как следствие воссложнений или тяжелых форм этой болезни в несколько раз выше. Поэтому вот отвечая на вопрос, какие бы средства могли бы помочь нам в этой ситуации, что делать людям в этой вот ситуации, когда заболевание, к сожалению, на втором году еще не заканчивается, оно продолжается, но ответы становятся очевидными. Исходя из того, что заболевания этиологического нету, то есть лечения этиологического нету, есть профилактическое фактически на сегодняшний день. Единственное средство, которое может помочь человеку, это вакцинация. И как мы говорили, только усиливающие, то есть третья ревакцинация, ее называют еще по-другому, еще бустерная доза, бустерная доза, она снижает риски госпитализации и осложнений 5 и более раз. Ну и от врачей, конечно, от себя лично, хотел бы порекомендовать пациентам прислушиваться к этому совету, серьезно отнестись, не поступать или не думать, что это не коснется. К сожалению, мы видим, что это касается. С каждым годом, с каждым месяцем это заболевание все сильнее, сильнее, все круче, что называется, связывается с нами, с нашей жизнью и жизнедеятельностью. Если мы отвечаем на вопрос, как еще предотвратиться, какие меры можно еще предпринять, ну, в данной ситуации, наверное, может быть, это простые меры, которые известны всем. Это ношение масок, избегание массовых скоплений. Актуально, конечно, напоминание о таких мероприятиях, как похороны, к сожалению, это присутствует, это те мероприятия, где присутствует много людей и свадьбы. Часто очень приходят пациенты именно после этих мероприятий, и если кто-то там пациент был, зараженный, то у нескольких десятков потом пациентов может пойти это заболевание, оно начаться может, это заболевание. О заражаемости. Кстати, нужно тут отметить, что заражать человек, будучи зараженным сам, может уже начать на первые сутки. Это в случае вот с этим снова штаммом омикрон. По поводу тех прошлых штаммов, там по-другому было, там маленько это было, осрочно все. С омикроном эта проблема, эта ситуация, она тоже хуже. Заражать человек может, будучи не испытывая еще сам симптоматику, он почувствует через день, полтора-два. Но, идя в коллективы, пожимая руками, не имея средств защиты, масок, так далее, может он заразить нескольких человек в первые же сутки. Уважаемые жители Адыгеи, Адыгеи, здоровые люди, слава богу, еще пока что не переболеешь, может и переболевшие. Во-первых, мы врачи желаем вам здоровья и желаем вам прислушаться, быть очень внимательны к советам специалистов. Вы в эти дни меньше слушать тех, кто в этом немного понимает, кто неопытен, кто предполагает, кто территоризирует на какие-то темы. Больше слушать практиков. Поэтому желаем вам здоровья, проходить вакцинацию, не забывать об этом, не забывать о средствах индивидуальной защиты. Будьте здоровы, пожалуйста, и не болейте.